Гром среди ясного неба. Прошел форум в Донецке «Русский Донбасс», где была принята, правда непонятно каким образом, голосованием или просто по умолчанию, некая доктрина одноименная. Такой вот чисто русский форум, который провозгласил, что целью документа «Русский Донбасс» является укрепление государственности Донецкой, Луганской и Народных Республик как русских национальных государств. Это вообще впервые в истории человечества, можно сказать. Ну, Российская империя по умолчанию была русским национальным государством, а здесь это провозглашено, ну, как бы пока еще в неправовой форме, но провозглашено, что конституционно-правовое и политическое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности. Непонятно, правда, как они вместе могут быть, если это разные субъекты, но, может быть, они когда-то подразумевают объединение, воссоединение, то есть еще должны пройти какие-то действия, связанные с правовым оформлением всего этого. Ну, вот выставлена идеология в виде некого документа, который не то чтобы обсуждался, обсуждений не было, а как бы прославлялся на этом форуме, и каждый выступал там о своем. Но что это за форум с точки зрения российской власти? Очень четко обозначено присутствием тех лиц, которые туда были приглашены. Российские гости на официальном уровне, то есть были, может, какие-то еще другие, но о них нам неизвестно. Это главный редактор Rush Today Маргарита Симоньян, ее супруг телеведущий Тигран Киосаян, главный редактор радиостанции, говорит Москва, Роман Бабаян. А вот теперь я понимаю, почему меня больше туда не приглашают, потому что с Бабаяном мы как-то встречались на телевидении. А теперь он депутат Госдумы или Мосгордумы, я, честно говоря, что-то не припоминаю, но неважно. А также депутат Мосгордумы Андрей Казенко, это, видимо, единственный русский, но он из Единой России, значит, и не русский по определению. И Казбек Тайсаев из КПРФ, который, ну, очевидно, не русский. То есть вся делегация, которая была отправлена на вот этот русский форум, интеграционный форум, как он назывался, была абсолютно нерусской. То есть у вас русская национальная государственность, понятно, что без администрации президента ничего подобного не могло произойти. То есть они как бы так, все русское, это туда, вот специалисты по русскому вопросу там, вы там вы живите и можете туда уезжать. Все, кто себя русскими считает, а мы направим к вам абсолютно нерусскую делегацию. Ну, она, я бы сказал, антирусская даже. Ну, тем не менее, вот такой еще армянский состав, армянско-кавказский состав, вот, был направлен в виде официальных гостей. Дальше там пошла жвачка выступлений, в общем-то, те люди, которые выступают, они толком в этом, в русском вопросе не разбираются. Может быть, даже документы не читали внимательно. Доктрина русский Донбасса станет основой при принятии значимых общественных решений и найдет свое практическое применение во всех сферах деятельности. В первую очередь это коснется сферы образования, науки, культуры, молодежной политики, а также законотворческой деятельности, заявил Денис Пушилин, ДНР. Ну, это он на круглом столе уже. Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что главная задача руководства республик – сохранение и развитие русского языка, русской культуры, русскоязычного образовательного пространства. То есть, как-то здесь вот о русской государственности не очень, вот в этих официозной, в этой жвачке, не очень-то как-то прослеживается эта мысль, хотя в документе это сказано довольно однозначно. Дальше вопрос о целях, а зачем все это было сделано. С моей точки зрения здесь очевидное усиление противостояния двух братских ветвей одного и того же народа, великороссов и украинцев. И тут вбрасывается официальным гостем Симоньян, заявляет, что люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой нашей щедрой Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. То есть, конечно, надо было бы обращаться сразу к Путину, а не выступать на каком-то форуме, ну вот это вы скажите Путину, наверное, там в 2014 кто-то, может быть, и сказал, но Путин-то трус и, естественно, ему не до того. Испугался мировой общественности и всякого прочего, и собственных олигархов, наверное, вот типа там Симоньян и всех прочих подобных. Песков уже за Путина ответил, Симоньяна, раньше, наверное, он отвечал неофициально, что это не наша позиция, такой вопрос в повестке дня не стоит. Мол, их там нет, как обычно у них принято. Песков сказал, что РФ будет всего лишь защищать русскоязычных, не русских, а именно русскоязычных. Как они это делают здесь, в России, мы прекрасно знаем. Мы тут все вообще русскоязычные, а некоторые из нас все еще русские. Как они нас защищают здесь, мы прекрасно знаем. Как они защищали там и сейчас защищают, мы тоже прекрасно видим. Это просто криминальные банды путинские. Две путинские банды с его ставленниками, которые полностью разрушили там экономику, всякую социально-политическую жизнь. И еще у них такие завелись подвалы Донецка, где обращение почти случайно захвачено людьми, примерно как в подвалах СБУ. То есть одни других стоят теперь. Но поскольку их там нет, то от себя вот эти инициаторы этого форума отмечают, что хотят взять под контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области. То есть Новороссию. То, что не смогли взять в 2014-м, объявлено в этой доктрине, что будут претендовать и какими методами, правда, не говорится, но это уже, так сказать, публично не оглашается. Тем не менее, это прямое заявление о территориальных претензиях к украинцам. У меня лично территориальная претензия вообще на все. На Российскую Федерацию, на Белоруссию, на Украину. Все это одна и та же страна, разделенная олигархи и на куски. Они хотят вот так. К чему это может привести? Я думаю, провокация войны. Провокации войны надо обострять. Очень слабый режим на Украине. Очень слабый режим в России. Они могут укрепиться только с помощью войны. Обеим сторонам это выгодно. При этом в ДНР и ЛНР полный провал военного строительства. Не говоря уже о государственном строительстве правопорядки. Подвалы, как я сказал, действуют. Экономический провал очевиден. Остановка предприятий крупных. Долги по зарплатам, повышение цен. Все эти прелести, как в России, так и там. Только там мельче, но больнее и тяжелее все это переносится. Подключается здесь, видимо, еще и управляемый русским национализмом имени Суркова. Так называемая Урна. И повылезли всякие жучки-паучки нацдемовщины. Они тут же начали... Нацдемовщины это, в общем, национал-предатели. То есть предатели русского движения. Я по-другому их не расцениваю. Хотя там есть разные люди, по недоразумению попавшие в эту среду. Кое-кто из них там, видимо, в неофициальной делегации был. Вот. И есть там соратники ушедшего безвременно Юдика Шермана. И замечательная такая, недавно я так увидел обложку, я просто ошалел. Когда, значит, там что-то о русском национализме. И портреты на обложке Тихомиров, Лев Тихомиров, Иван Ильин. Там еще кто-то русские мыслители. И в конце и мы с Юдиком Шерманом. Ну, надо циничная бескусица. Себя самого на обложку поставить в ряду выдающихся русских людей. Прямо вот так вот сделать. Это вот они, русские националисты. Да нет, вы либерасты, ребята. Самые настоящие либерасты сурковской выделки. Поэтому вы нас так ненавидели, что мы вам всю малину сломали, вам задание дали, а вы обломились. Я имею в виду, что эти люди ненавидят партию Великой России. Меня лично именно по этой причине. Доктрина-то сама по себе ее прочел. Но она хороша во всех отношениях. Но из исключения того, что там огромный исторический раздел. Непонятно для чего он сделан. Субдокумент был больше 44 страницы. Больше половины это история. С самых древнейших времен до наших времен. В общем, ничего такого предосудительного я не заметил. За исключением каких-то мелких претензий, которые я могу предъявить. Ну смотрите, задачи доктрины. Я выписал только самую квинтэссенцию, которая касается русских, а не вообще всех. Задачи доктрины. Способствовать укреплению русского национального самосознания. Это фундаментальная вещь. Определить духовное наследие Донбасса как самобытную и неотъемлемую составляющую русской культуры. Право народа Донбасса на самоопределение, создание русского национального государства. Это фундаментальные вещи. Но они в руках, я еще раз скажу, путинской шпаны. Поэтому ничего, конечно, они этого делать не будут. Но декларация это уже нечто значительное. Какие-то подвижки пошли. Я думаю, что они могут вылиться не в то, что запланировали в Кремле, в нечто иное. Да, они планируют войну, с помощью которой еще круче закрутят гайки похлеще, чем от этой провокации навальнистов. Им это нужно. Но вылиться это может быть в нечто другое. Они по этому концепцию русская весна свернули, потому что как-то пошло не туда. Они хотели тоже примерно так же столкнуть якобы на этнической разнице между великороссами и малороссами. Вот здесь мы вас столкнем. Там будем делать то, что нам нравится. И исполить, естественно, русскую пассионарность. Это была одна из задач. Они ее выполнили. Здесь теперь все, кто воевал в Донбассе на стороне русских, а не укров и бандеровцев. Все они здесь враги, все они подлежат отслеживанию с помощью полиции, аресты, посадки, выдачи СБУ. Все это происходит и происходило. То есть сдача Донбасса произошла. И в этот раз она тоже планируется, я в этом не сомневаюсь. Но что-то им опять понадобилось, опять что-то про русское сказать. Вот смотрим еще в декларации. Это все любопытно. Просто чтобы вам не нужно было читать большой документ, я его быстро освоил. ДНР и ЛНР. Прямой результат проявления политической и национальной воли народа Донбасса и воли русского народа в целом. То есть здесь признается наличие русского народа в целом. То есть что он есть ни в одном документе РФ и такого выражения нет. Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Очень важные слова. Большая часть русского народа стала разделенной и подчиненной чуждому ей антирусскому проекту, который систематически унижает его достоинства и разрушает русскую национальную идентичность, ухудшает его благосостояние. Это, конечно, строки, которые относились к Украине, но они в той же мере относятся и к Российской Федерации. Донецкая и Луганская народные республики возникли в ходе национально-освободительной борьбы русского народа Донбасса. Жалко, что у нас нет национально-освободительной борьбы на территории Российской Федерации и других, отделенных от России, русских территорий. Государство Донецкая народная республика и Луганская народная республика – продолжение традиции русской государственности. То есть, признается, что была русская государственность когда-то, частью общей системы, сочетающей в себе народовластие, верность православным корням, единство и централизм, уважение свободы, прав и достоинства граждан, верность исторической традиции и наследию предков, экономическую и военную мощь. То есть, это все то, что на самом деле мы, русские националисты, и желаем для своей страны. А тут это все вышло на какой-то такой, пока еще полуофициальный уровень, но все-таки вышло и опубликовано. Цель Республик Донбасса – сохранение русской национальной государственности на исконно русской территории. То есть, признается, что есть русские территории. Защита жизни, свободы, имущества, собственности и прав граждан, теперь уже всех граждан, обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями. Какие русские территории имеются в виду? Ну, понятно, в Новороссии я уже перечислил, но все остальное – Российская Федерация – это чья территория? Многонациональная или русская? Здесь ответа, естественно, нет. Но мы подразумеваем, что Россия – это и есть русская земля. И Россия гораздо больше, чем Российская Федерация. Российская Федерация – это, как давно уже принято говорить, это обмылок, исторический обмылок. ДНР и ЛНР – форпост русского народа в борьбе с его противниками, сталкивающими в битве различные группы русских и славян, защитницы русского мира, русского языка и культуры. Государственное образование республик носит уникальный характер как русское погранище и как центр русской индустриальной и военной культуры. То есть это пограничье, вот это уже неправильно. Это не пограничье. Наше пограничье – это там, в Львовской области, где-нибудь там, в Бресте. Вот это наше пограничье. Вот это русская земля. Подразумеваю под русскими всех, кто по недоразумению сейчас объявлен украинцами или белорусами. Это тоже русские, это тоже наши люди. Мы должны, как русские люди, выступать за воссоединение страны. Здесь вот так, как-то аккуратненько так обозначено. Донбасс – пример и образец для русского мира и русского человека. Ну, дай бог, чтобы это когда-нибудь произошло. Русская нация составляет основу российского государства и российского согражданства, гражданской нации, всех граждан России. Где бы это было вписать в путинскую конституцию, не вписали. Давайте мы туда это все сплавим. Вот примерно такова позиция путинской олигархии. Русский народ – не только нации, образующая численно преобладающее ядро, но и суперэтнос – более широкая общность носителей русского языка, культуры, ценностей, исторического наследия, которое называется русским миром. Донбасс – неотъемлемая часть русского мира. Прекрасные слова. Революционные события тоже мне очень это понравилось. Революционные события в начале 20 века стали важной частью истории Донбасса. Немаловажно, что эти события происходили в рамках общерусской истории, то есть не только в Донбассе. В декабре 1905 года почти параллельно с событиями в Москве в поселке Горловка вспыхнуло восстание шахтеров и металлургов. Через 12 лет Донбасс вновь оказался в водовороте революционных событий. В феврале-марте и октябре 1917 года в Петрограде произошли два революционных переворота, которые в последующие годы привели к масштабной социальной революции и завершению истории Российской империи. И дальше, внимание, это все как бы информация, а тут внимание. В результате этих событий наш край и вся Россия были ввергнуты в многолетний кризис и последующую гражданскую войну. Абсолютно правильная историческая оценка. Что результат всех этих брожений, забастовок и так далее, это жесточайший кризис и гражданская война. Причиной являются вот эти подспудно существовавшие силы, которые все это организовывали. Восстания, перевороты, забастовки и так далее. А вот то, что мне не понравилось, это единственный абзац, который я так вот категорически отвергаю. В рамках единого экономического, государственного и культурного пространства и советского самосознания граждан СССР, советский народ, советский человек, к концу 20 века в целом завершилось формирование русской нации. Позвольте, советский народ и русская нация, да не было этого, и сейчас нет никакой, ну, есть русская нация в лице русских националистов. А русской нации, в которую превратился каким-то образом советский народ и советский человек, такой нации нет, не существует. Это, конечно, нелепица, которая втиснута в этот текст и там выглядит совершенно инородной. Правильная оценка, в августе 1991 года в Москве произошел государственный переворот. То есть мы должны понимать, если мы с этим соглашаемся, то Путин сейчас продолжатель этого государственного переворота, его ставленник и продолжатель той самой политики, которая возникла в 1991 году. Уничтожение всего русского, разграбление страны, формирование олигархии и, в общем, убийство страны и народа. Как бы, если бы не те люди, которые, в общем-то, пытались реализовать там, в Донбассе, концепцию СССР 2.0, если бы не их сталинизм и такая густая краснота, левизна, то можно было бы сказать, смотрите, какой выдающийся документ. Это какой-то прорыв, но получается, что эти люди меняют зачем-то вывеску. Им, в общем-то, наплевать на русских, на русское национальное государство, им надо почему-то сменить вывеску. Ну, наверное, вот советская доктрина никак не работает, потому что молчаливое большинство ни в какой СССР 2.0 не хочет. Это вот визжащее левачье, оно как-то вот туда склоняет и манипуляторов, так называемых политтехнологов кремлевских. Они думают, что чем больше визжат, тем лучше. Ну, вот попробовали с 2014, с конца 2014 года, там реализовался просто красный проект такой, осколок СССР. Но ничего не вышло вообще. Давайте мы сейчас другую парадигму запустим. Это русское национальное государство, поглядим, как это все начнет трансформироваться. Мой прогноз, что результатом будет обострение пограничных отношений, то есть фронтовых, я бы сказал, отношений, к чему абсолютно не готов Донбасс. И русские больше воевать за Донбасс не будут, потому что это путинский проект. Поначалу он был путинский, потом русские смогли его переформатировать в русский проект. Но их поломали, сломали, уничтожили, убили, я напомню, убили всех полевых командиров, из которых, ну, там, советских было минимум. Там были настоящие русские люди. Алексей Мозговой, это, ну, реально был лидер, который должен был бы стать президентом Новороссии. Ну, или такие, как он, может быть, еще кто-нибудь проявился бы. Эти вот, кто пришли на смену, это, конечно, они не те, не другие, не третьи. Они играют политикой, они играют лозунгами, они играют доктринами, поэтому эту доктрину они провозгласили. И теперь смотрят, ну-ка, ну-ка, как это все будет, мы в политику это все будем превращать в правовые нормы, будем превращать. Или просто так, провели конференцию, а потом забудем. То есть, два варианта развития событий. Обострение, провал, демонстрационный провал русского проекта, русской концепции, что может быть задумано так же и в Кремле. Либо спускание всего на тормозах. Да не, ребят, ну, это так, мы посидели, тут поговорили между делом. Вот, это, там, мнение отдельных лиц, эта доктрина никем не принята, она провозглашена, она оглашена, она очень хорошая, но пока не ко времени. Тем не менее, событие значимое, я хотел бы, чтобы русские люди обратили на него внимание, у кого особенное любопытство нашли в сети, несложно найти там доктрина «Русский Донбасс», найти, почитать, убедиться в том, что я сказал, может быть, нам найти еще какие-то любопытные детали. Но главное, есть некий результат. Впервые в истории России, человечества, некое протогосударственное формирование объявлено на полуофициальном форуме, но официальными лицами русским национальным государством. Слава Руси, Господи, спаси!